добрый день с вами художественная школа империи пикчеры сегодня покажу вам как нарисовать маленькую собачку чихуахуа можете рисовать маркерами а я буду рисовать акварельными красками а можете рисовать со мной давайте приступим итак берем простой карандаш и начинаем рисовать нашу собачку с общего построения сначала кружочек далее два уха далее тело это как один овальчик и заднее бедро тоже как овальчик поменьше потом этому овалу прорисовываем одну лапку далее овал и соединяем в обратную сторону снизу после этого рисуем направление двух передних лапок вот таким образом ну и собственно рисуем еще один маленький кружочек в кружочке головы после того как мы закомпоновали нашу собачку проверили чтобы снизу расстояние было больше чем сверху мы начинаем ее более тщательно прорисовывать сейчас еще добавлю заднюю лапку но и переходим детализации и более такой тщательной прорисовки то есть это компоновка да то есть мы разметили что где у нас находится после этого аккуратненько прорисовываем уже более тщательно более качественно каждое ушко каждую складочку рисуем кончик уха далее нижнюю часть уха потом заводим в шею рисуем ошейник и уже это шейника двигаемся ниже спускаемся в правую лапку прорисовываем ее грудь немножко опускаем делаем толщину лапки следующая лапка немножко у нас двигается в правую сторону рисуем две вертикальные линии немножко наклоненным в сторону получаем две передние лапки после этого рисуем спинку так здесь нам корпус немножко нужно сократить сейчас я дорисую голову и вернемся корпусу чуть-чуть подушкам делаем небольшую такую дугообразную или даже волнообразную линию после этого рисуем один глазик маленький кружочек делим пополам и сверху рисуем носик добавляем щечки прям вдоль кружка и рисуем второй глаз он будет чуть чуть побольше и немножко дальше отодвинут от мордочки так как морда у нас немножко в перспективе или в повороте три четверти далее сокращаем заднее бедро немножко убираем лишнее и хорошенечко тщательно прорисовываем заднюю лапку которая стоит ближе всего к нам соответственно задняя у нас тоже немножко сдвинется рисунок может меняться то есть если мы закомпоновали в определенном формате да потом начали прорисовывать и что-то где-то нам показалось неправильно обязательно исправляйте так добавляем хвостик ну и собственно все почищаем убираем все лишнее и переходим к цвету берем коричневый цвет немножко добавляю в него фиолетового делаю такой знаете сероватый цвет и этим цветом прохожу заливочкой практически всю собачку всю чихуахуа проходим вот таким вот светлым коричнево-фиолетовым цветом хорошо разбавленным водой теперь берем еще чуть больше коричневого немножко фиолетового делаем цвет более насыщенный и проходим более такие темные места именно спинку ножку заднюю ножку дальнюю животик чуть больше фиолетового и заднюю лапку мы полностью проходим делаем ее потемнее переднюю тоже хвостик затемняем посильнее то есть мы начинаем двигаться от светлого к темному и темно это как раз таки будет у нас спиночка левая сторона лапок так как у нас свет будет справа и соответственно тень будет немножко с левой ну и плавненько все это размываем добавляем еще раз такой цвет и затемняем теперь ушки чихуахуа затемняем левую сторону головы справа у нас свет на голове правое ушко делаем потемнее под глазом делаем тень под одним и под вторым также делаем тень под ошейником но теперь я начинаю еще сильнее затемнять то есть мы работаем с вами в первом этапе с заливкой а теперь мы уже занимаемся тенями собственные тени на объекте или на наши чихуахуа также старайтесь делать плавные переходики чтобы она была такая нежненькая далее беру коричневый цвет делаю такие белые кружочки на ошейнике остальное все делаю коричневым цветом после того как мы избавились от всего белого мы переходим как раз таки на следующий этап это тени собственные тени которые мы делаем прям уже потемнее вот у нас ушко будет самая темная далее на голове будет более темная такая тень под глазом мордочка сама по центру именно где вот эти вот все три полосочки там будет более темная часть также носик проходим более темный под глазом под правым делаем тень это все я делаю коричневый плюс фиолетовый ушко по краю затемняем нижнюю часть ушка тоже делаем более темной под головой обязательно будет тень так как туда у нас свет не попадает и соответственно там у нас формируется собственная тень или падающей тени цены головы спинку делаем потемнее и лапку за счет нее высветляем также животик затемняем хвостик у основания затемняем чтобы ножка стала светлее чем хвостик и также кончик хвостика тоже затемнили левую сторону ножки делаем еще темнее конечно внутреннюю ножку внутреннюю лапку тоже делаем потемнее также на лапках по левой стороне проходим этим же цветом собственные тени немножко грудку затемняем замечательно теперь нам необходимо сделать плавные переходы кисточку помыли чуть отжали и размыли переходик на около ножки теперь я взяла коричневый цвет у меня это сепия вы можете взять коричневый смешать его с черным и получаем вот такой темный темный коричневый цвет этим цветом заливаем глазки оставляя два блика один длинненький другой маленький как . и наши глазки сразу заблестели этим же цветом делаем ноздри носу у чихуахуа ноздри ну и сам носик обводим также у носика имеется центр то есть полосочка такое разделение ее тоже показываем делаем мордочку подчеркиваем также этим темно-коричневым цветом замечательно этим же цветом усиливаем тени под глазками чуть-чуть его разбавляем водичкой добавляем место для усов то есть такие вот на эти отпечатки на мордочке теперь финальные штрихи финальная прорисовка наши чуха то есть добавляем более темные такие моменты ушка вот мне захотелось сделать более розовым я немножко взяла фиолетовый цвет и чуть затемнила его через такой более фиолетовый или более розовый цвет даже это не фиолетовый а бордовый и теперь я уже работаю тоненькой кисточкой если кто не заметил то есть глазки мы делали тонкой кисточкой и сече всю чухуахуа мы прописываем как раз таки этой тонкой кисточкой это у нас уже финальный этап детализация когда мы наш рисунок доводим до идеала подчеркиваем все что нам необходимо подчеркнуть делаем самые самые темные контрастные тени прорабатываем лапки полосочками такими все это подчеркиваем занимаемся уже финишной прямой так скажем прорисовки нашего изображения прорисовки нашей собачки все проходим аккуратненько подчеркиваем выравниваем линии немножко беру еще такой серый серый цвет холодный и делаю падающую тень от собачки снизу сначала посветлее потом ближе к лапкам потемнее чтобы было еще у нас не только собственная тень на объекте но и падающий тень ну что в принципе все пока мы делали падающий тень наша собачка подсохла убираем весь простой карандаш который у нас торчит подписываем работу и готова вот такая чуха хуа у нас сегодня с вами получилось присылайте ко мне и в инстаграм я дам вам обязательно обратную связь по данному рисунку империи picture онлайн ссылочку вы найдете в описании также не забудьте нам поставить лайк подписаться на канал и оставить хороший добрый комментарий всем до свидания до новых встреч в рисуйте вместе с нами